Вот лично у меня в родне есть такие люди, которые жизнь портят. Причем такие есть и среди кровных родственников. Многие с этим сталкиваются. И мусульмане, многие жалуются на такое. Вот близкий человек портит тебе жизнь. А ислам предписывает не разрывать родственные узы. Не можете перестать общаться. Здесь нужна мера, баланс, равновесие. Да, ты должен поддерживать кровные узы. Нельзя переставать разговаривать с ними, вычеркнуть из жизни. Но и жизнь себе портить тоже давать нельзя. Просто сведи к минимуму общение с такой роднёй. Вот так нужно сделать. И у меня такая родня есть. Кровная родня причем. Я не общаюсь с ними близко. Почему? Потому что, когда близко общаешься, они начинают лезть в твою жизнь, портить настроение, поучать тебя как-то, осуждать начинают. Мол, а чё ты вот этого не делаешь, а чё вот это не делаешь? И ты такой уже, дескать, эй, полегче, полегче. Я, конечно, понимаю, вы мои родственники. Дядя там или ещё кто. Даже если вы старше меня, я должен вас уважать, понятно. Но иной раз это очень далеко заходит. Это уже не просто несколько слов. Это уже капитальный негатив. Жестокость по отношению к тебе. Многие люди страдают от этого. Не знают, как быть. И общаться с ними неохота. И в то же время, ислам требует поддерживать родственные связи. Минимизируя общение с ними. Не обязательно много общаться. Можешь салям дать. Не обязательно, чтобы после саляма длинный разговор был. Ассаляму алейкум. Как дела у вас, нормально, да? Всё. Иди себе дальше. Сведи общение с ними к минимуму. Но не прекращай общение со всем. Поддерживай связь. А то они тебе будут нервы мотать, если подпустишь их близко. Потом сам не рад будешь. Так что не усложняй себе жизнь. Держи с такой роднёй дистанцию. А то родственники такие могут так нервы измотать, что потом сил не будет чем-то полезным заниматься и вообще радоваться жизни. Сделайте, как я говорю. Вас никто не заставляет подолгу общаться с ними, чтобы эти люди постоянно рядом были, лезли в твою жизнь. Нет, сложнее, конечно, если это очень близкие люди. Например, родители, братья, сёстры. И если нет возможности жить отдельно. Но реально, это очень близкие люди. В такой ситуации как нужно действовать? Во-первых, запастись терпением. Вот, допустим, смотрите. Если это твоя мать, отец, вы с ними не ладите, они тебя грубо осуждают, негативно критикуют. Здесь, конечно, понадобится терпение. Всевышний Аллах говорит нам в Коране, что твоя мать вынашивала тебя с трудом. Так что отплати ей, потерпи теперь её. Они состарились, и вы можете с ними в чём-то не соглашаться. Но уважать их вы должны, и нужно о них заботиться. Наберитесь терпения, ведь однажды вы их потеряете. Наступит день, когда они уйдут из этого мира. Ты оглянешься назад и пожалеешь, что не уделял им достаточно внимания. Если б я рядом был, было бы лучше. Если тебе трудно это понять, каково это потерять родителей, поговори с теми, кто уже их потерял. И когда они тебе расскажут, каково это, станет понятнее. Ведь смотрите, зачастую то, что вам не нравится в ваших родителях, оно по факту не является чем-то уж прям ужасным. Поэтому не накручивайте уж себя, будьте снисходительны. В любом случае это ваши родители, и потерять их будет всё равно больно, так или иначе. Поэтому радуйтесь, что они живы, и это придаст вам сил. Надеюсь, мои советы облегчат вам жизнь. Если есть такая возможность, к минимуму сведите общение с той роднёй, которая нервы мотает. Но не переходите грань, общаться не переставайте. Ну а что касается родителей, родных, братьев, сестёр, то потерпите. Просите Аллаха, чтоб он дал вам терпение. И однажды Аллах облегчит вам. Не надо разрывать отношения, ведь в конце концов ответственность какую-то надо ведь проявлять. Ваши близкие нуждаются и в наставлениях. Пусть Аллах облегчит и благословит вас. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok